Привет всем выжившим, и сегодня будем смотреть на Elder Scrolls Online. На самом деле хочется сразу предупредить, что будет скорее больше критики, чем обзора, но в любом случае я вас предупредил. Сам я стал обладателем свитков, когда она еще была под подписки, и естественно с тех пор было много обновлений, много дополнений, и различных интересных и не очень нововведений. И конечно же в этом видео я буду скорее высказывать свое мнение, которое может быть отлично от вашего, и в этом ничего такого. Но сначала хотелось бы сказать пару слов об анонсе официального перевода на русский язык, и конечно же команде Руэса, благодаря которым мы наконец-то сможем играть на официальном русском переводе. Ведь если бы не эта команда, многие российские игроки даже не обратили бы на эту игру внимания, и соответственно мы бы вряд ли увидели сейчас перевод. В самой же игре присутствует 10 раз, одна из которых получается после покупки дополнения, и конечно же три фракции, на которые они разделены. Но не спешите радоваться, если вы новый игрок, и хотите играть вместе, скажем, с другом, который уже в этой игре, то возможно вам придется выбрать тот же альянс, что и он. А это значит, что у вас будет выбор из трех рас, и одной дополнительной, которая будет покупаться отдельно, и это будет имперец. Или же конечно вы можете купить дополнение, которое позволит вам выбрать любую расу и любой альянс. Либо же купить отдельное дополнение, которое позволит вам играть за имперца. И примерно так же у игры во всем остальном. Ты хочешь состоять в гильдии убийц, значит плати деньги. Хочешь состоять в гильдии воров, опять же плати деньги. А может быть ты хочешь быть успешным лекарем, но тебе нужно купить дополнение, которое позволит тебе сходить в специальное подземелье, и добыть нужный для тебя сет. Но не поймите меня неправильно, хоть и Elder Scrolls работает по системе buy to play, но иногда мне кажется, что доната здесь больше, чем в любой бесплатной игре. Но если хвалить игру, то конечно же за ее звуковое и музыкальное сопровождение. Звуки природы, гроза, все это очень хорошо передано, и заставляет почувствовать себя в шкуре своего героя. Сам мир довольно яркий, красочный, наполнен объектами, и чаще всего нет ощущения, что здесь как-то пусто и чего-то не хватает. Групповые события, которые происходят на карте, шпили, которые появляются с неба и вокруг которых сгущаются тучи, все это конечно же завораживает и выглядит очень красочно. Чего конечно же не скажешь о боевке. Движения довольно резкие, часто персонаж убирает оружие за спину, неведомо куда. И конечно же набор умений, который типичен для почти каждой RPG или ММО. Такие как Дождь Стрел, Ядовитая Стрела, Огненный Шар, ну вы меня поняли. Хотя на первый взгляд может показаться, что умений в игре довольно много, у каждого умения есть две морфы, из которых можно выбрать что-то свое, но на самом деле это не так. Морфы чаще всего оканчиваются тем, что вы выбираете в зависимости от того, что вы используете. Это либо магия, либо стамина. И конечно же вам придется использовать навыки оружия или гильдия, которые будут давать вам контроль или лечение, которого возможно не будет у вашего класса. А возможно вам просто нужны пассивные особенности и бонусы, которые будет давать та или иная школа. И конечно же мы увидим, что в погоне за эффективностью, вариативность тех или иных классов, какого-то геймплея, она сводится к нулю. Потому что все используют одни и те же заклинания, удары, добивания. И это конечно грустно. Также хотелось бы отметить довольно хорошие проработанные редакторы жилища, которые позволяют вам сделать свой собственный замок, особняк, виллу или простую комнату. В общем все, что вашей душе угодно. С единственной пожалуй оговоркой, что сам процесс создания мебели, это процесс довольно дорогостоящий и доступный далеко не всем. Особенно если вы купили большой дом или помещение, которое требует с себя довольно большого количества мебели. Но вы всегда можете купить ее за реальные деньги. А на этом пожалуй будем заканчивать. Конечно я не затронул тему эндгейма, очком в чемпионов, которые разработчики обещают нам, то переработать полностью, то совсем вывести из игры. Или того, что игроки могут за игровую валюту покупать у других игроков донатные вещи, не тратя при этом свои кровные в реальной жизни. Но в заключение я хотел бы сказать, что если вы все-таки фанат свитков или может быть играли только в Скайрим и он вам очень нравился, и хотели бы какого-то продолжения, то можете попробовать Elder Scrolls Online. С единственной пожалуй оговоркой, что это ММО. И тут есть другие игроки, которые будут вмешиваться в ваше задание, поэтому это надо учитывать. А на этом пожалуй все. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok